О нем будет шуметь не только вереск. С Александром Тихановичем простили сегодня в столице. Народный артист Беларуси был, есть и будет тем, чья музыка для всех останется примером высокого искусства на мировой эстраде. Ранним утром в Минском храме Александра Невского состоялась заупокойная лития. После отпевания популярный артист являлся старостой этого прихода. Со словами поддержки к семье Тихановича обратился митрополит Филарет, почетный патриарш Экзарх, всей Беларуси. Сегодня в столице была заверуха, словно сама природа скорбела. Задолго до начала траурной церемонии сотни людей собрались у здания столичной филармонии. И уж точно в этот день все цветы были для народного артиста по званию и по жизни. Один из первых венков от президента. Его творчость и те, кого он выхвал в якости так само творчих людей, это наилепшая память объема. Я его просто помню еще с детства, когда мы с папой вместе приходили к нему в студию, ищут малину в купели вместе. Это личность. И, к сожалению, иногда приходит время сказать, как минимум, до свидания. Прощались с Тихановичем на сцене, которой народный артист служил верно почти полвека. Даже большой зал филармонии не смог вместить всех поклонников бывшего солиста культового ансамбля «Верасы». Панихида длилась более четырех часов. Соболезнования белорусы оставляли в книге, специально открытую по этому случаю. Александр Тиханович не дожил до своего 65-летия полгода. Тиханович – это один из немногих людей в шоу-бизнесе. Потенциально светлых, солнечных, заверуха. Все это звучит, 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 звучит. Как раз сейчас с супругой Едвигой Поплавской они репетировали премьеру песни. Она должна была прозвучать в эфире ОНТ во время вручения национальной музыкальной премии «Лира». А тысячи поклонников провожали в последний путь уже легендарного артиста овациями и под шлягер шлягеров Алиновку. Упокоился Александр Тиханович на Восточном кладбище столицы.